Так, все, коллеги, давайте начнем нашу лекцию. Сегодня, как обещалось, мы поговорим с вами про системы числения. И чуть попозже мы подробнее поговорим как раз про флоты и почему у нас возникает погрешность при работе с флотами. Помните, да, еще на первой лекции, когда я разбирал всякие математические операции, у меня иногда, точнее, иногда, раз получалось так, что у меня было не какое-нибудь ровное число, да, например, не 0,4 было, а 0,3, 9, 9, 9, и в конце написано восьмерка, да. Вот, почему возникает такая проблема, и как с ней бороться, тоже расскажу заодно, мы поговорим как раз вот сегодня, после того, как мы поговорим про системы числения. Что, во-первых, нужно сказать про системы числения? Во-первых, системы числения делят обычно на позиционные и непозиционные. Вы, в принципе, знакомы и с одними, и с другими. Под непозиционными системами числения подразумеваются такие системы числения, где значки, обозначающие там цифры, либо что-нибудь еще, не зависят, то есть значение этих значков не зависит от того, где они находятся. Например, известная вам римская система числения, ну, которая на часах обычно. Например, мы знаем, что где бы у нас ни стояло х, это 10, да? Какая-нибудь буква В у вас обычно это пятерка была. Что-нибудь такое у вас обычно было уже, если правильно помню, четверкой. То есть у вас, если число меньшее стояло слева от большего числа, точнее цифры, то у вас шло вычитание. Тут у вас прибавлялось. Например, это было 6, 7, 8, 9, 10. Ну, можно продолжать записывать. Принцип понятен. У вас значение значков практически не зависело от позиции. Ну, здесь, конечно, есть какая-то зависимость, что если у вас, как я сказал, цифра меньшее по значению стоит перед большей, то идет вычитание, иначе идет просто сложение. Но принцип остается таким же. То есть сколько бы в NPR вот этих палочек подряд не записали, они у вас будут складываться. То есть они все будут иметь значение 1. Просто они складываются и все. С позиционными системами счисления все не так. С позиционными системами счисления у вас значение цифр зависит от разряда. То есть привычная нам десятичная система счисления – это позиционные системы счисления. Например, какое-нибудь такое число, да, 7358. У вас есть четыре цифры. Цифры 7, 3, 5 и 8. Давайте допишем еще где-нибудь здесь. Еще будет цифра 3, еще одна. Так вот, цифра 3 здесь и цифра 3 здесь несут разный вклад в значение числа. Что у вас получается? У вас в этом месте тройка обозначает 3000. После того, как я дописал. Ну и что, только в конце у вас вот это – это 3000. А вот это – это просто 3. Согласны? Соответственно, что мы можем сказать? В позиционных системах счисления у нас есть какое-то основание системы счисления. В данном случае 10. И, соответственно, любое число записывается как значение разряда, умноженное на основание системы счисления в соответствующей степени. Ну, в степени номера разряда. 7 на 10 в четвертый, плюс 3 на 10 в третий, плюс 5 на 10 в второй, плюс 8 на 10 в первой, и что у нас? 3 на 10 в нулевой. Согласны, да? Да, в принципе, так можем расписать любое дистичное число. То есть берем значение разрядов, умножаем на 10, потому что дистичная система счисления на 10 в степени этого номера разряда. То же самое можно сказать про какую-нибудь другую систему счисления, например, двоичную. Уже где нули в значениях разряда я их… Ой, в значениях разряда, да, в разрядах я их опущу, чтобы не выписывать все подряд. Что у нас здесь получается? У нас здесь, ну, единички уже тоже не будут писать. 2 в девятой степени, плюс 2 в восьмой степени, 2 в шестой, 2 в пятой, что у нас здесь? Упс, 2 в четвертой, 2 в нулевой. Если мы будем оставлять так же все это в двоичную систему счисления, то понятно, если мы просуммируем это все, вычислив все это в двоичную систему счисления, мы получим то же самое число, которое и было. Однако давайте мы возьмем и начнем это вычислять в десятичную систему счисления. Ну, мы же можем почитать двойку в какой-нибудь степени в десятичную систему счисления, да? Что у нас будет? 512, 64, 32, 16 и 1. Много, сейчас почитаем. Говорится, что на самом деле это число 881, 1070 чтений. То есть на самом деле, вот то, что мы сейчас сделали, мы взяли число в какое-то системе числения, умножили значение разряда, то есть нолики, единички, поэтому нолики я опустил сразу, умножили значение разряда на основание системы числения в степени номера разряда, понятно, мы это просуммировали и получили число в 2000 системе числений. Таким образом, вот это получается перевод из какой-то произвольной системы числения в десятичную. Можно взять какую-нибудь другую системы числения. Например, я тоже достаточно любимую системы числения программистами, это 16-тичную. Много разряда писать не буду, читатели. Кстати, да, напомню, что все системы числения, которые у нас имеют степень, ой, основание системы числений не больше десяти, у нас используются только привычные нам цифры, то есть цифры от нуля до девяти, ну или точнее цифры от нуля до основания системы числений минус один. Соответственно, если у вас будет восьмеричный, у вас будут цифры от нуля до семи. Будет четыричный, это цифры от нуля до трех. Ну, тут понятно все, да? Если мы идем в основание системы числений, где у нас основания больше десяти, то нам же нужно как-нибудь заменить цифры, которые отсутствуют, согласны? То есть у нас есть разряды следующие. А что нам делать с разрядами, чтобы записать оставшиеся цифры? То есть у нас, например, в случае шантыричной системы числений есть еще цифры, которые должны обозначать десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Да. А в данном случае принято использовать латинские буквы. Соответственно, мы берем буквы, начиная с буквы А, ну и докуда влезем. Ну, в случае шестеричной системы числений хватит шесть букв, потому что не хватало шесть цифр. Причем можно сказать как маленькими, так большими буквами, и то, и то правильно. Соответственно, если у вас будет какое-нибудь основание системы числений еще больше шестнадцати, вы просто алфавит продолжаете. Алфавит английский закончился, там уже можно брать что-нибудь еще. Как именно принято, я не знаю, обычно такие системы уже не используются, ну, которые сильно большие. Но еще, например, можно продолжить греческим алфавитом, пожалуйста. Что-нибудь. Так, что у нас получается? У нас переводим также шестнадцатичное число в десятичную систему числений. Первое число у нас F. F чему соответствует? Какому значению? Пятнадцать. Все правильно. То есть это у нас пятнадцать на шестнадцать в квадрате. Плюс три умноженное на шестнадцать в первой степени. Ну и плюс пять на шестнадцать в нулевой, то есть пять на единицу. Первое число у нас это три тысяча восемьсот сорок. Ну, первое слагаемое в смысле. Три на шестнадцать где-то сорок восемь и пять. Да, похоже на правду. Так же можно взять любую другую систему учисления. Все будет так же работать. Ну, любую другую позиционную в смысле. В принципе, как переводить из какой-нибудь произвольной в десятичную, я думаю, все понятно, да? Взяли, помножили на основание системы учисления в степени, сложили, получили число. Давайте теперь пойдем в обратную сторону. Есть число десятичное, надо получить какое-нибудь другое число. Ну, в смысле, в другое системы учисления. Давайте для примера возьмем восьмеричную систему учисления. Ладно, нет, слишком большое, давайте. Один разряд уберем. Для того, чтобы перевести ваши десятичные числа в произвольную систему учисления, нужно, наоборот, выполнять деление. Причем делить мы будем на основании системы учисления. Так, то есть мы разделили, получается, 38 на 8, целочислено получили 4. Дальше делим 69 на 8. Что у нас там получается? 6 на 7, ой, это 8 на 9, 72, 8, ну, 64, да. 64 остается 5. Все, это наш остаток. Это нам нужно будет потом. Едем дальше. Вот это число все еще больше, чем основание системы учисления. Так, что у нас получается? Получили остаток, получили делимое, частное, точнее, получили. Частное меньше, чем основание системы учисления. Все, делить больше нечего. Закончили. И дальше мы идем и собираем все остатки, начиная с конца. Ой. Выбрать на своем фонде. Так, что-то я отоплю. Да, да, да. Все правильно. Все правильно. То есть, вот, проходимся от конца. Вот это частное будет первым разрядом. Все остальные остатки идут в том порядке, в котором вы их, ну, в обратном порядке, как вы их получали. Записываете, получается число. Можем перевести в какую-нибудь другую систему учисления. Давайте возьмем что-нибудь нечасто используемое, например, не знаю, 5. Ну, основание системы учисления 5. То есть, то же самое число. Видно? Или учим на сухую доску? Просто там еще есть сухая доска. Окей. Так. 7. 35. 39. Также 7. Делим на 5. 1. 27. 27 у нас 5. Все, тройка меньше, чем пятерка. Перестаем делить, собираем все в обратном порядке. То есть, получается, что это у нас число. 3, 0. 2, 4. Пятеричное 7 учреждения. 27. 28. 28. 28. Все понятно? 29. 28. 29. 29. 30. 31. 31. 31. 32. 35. Давайте немного отличаемся на питон, потом вернемся к переводам всем учления. Все-таки понадобится. Сейчас я прибавлю. Надеюсь, все видно. Если вам нужно из питона перевести число из какой-нибудь системы учисления в десятиричную, понятно, можно, конечно, накодить процесс перевода числа просто путем умножения, то есть как мы делали на доске. В принципе, это, на самом деле, пользуется несложно. Пусть у нас есть число, например... Ой, давайте я какое-нибудь присвоим. Вот строка содержит число. Мы хотим получить теперь десятичное число. На самом деле функция int может принимать аргументом не только саму строку, из которой нужно перевести число, но и основание системы учления, в котором, точнее, дана ваша строка. Можно проверить. Явное число нечетное. То есть у нас есть единичка плюс 4 плюс 8 плюс 32. 32 плюс 12. Ну да, все правильно. Это 44 плюс еще вот эта единичка 45. Можно сразу взять какую-нибудь строку. давайте попробуем перевести... Скажем, что это было вторичное число теперь. Согласны, да, что это 5? Потому что у нас единичка умноженная на 3 в первой степени плюс двойка умноженная на 3 в нулевой. Это точно 255 вы можете перепроверить, если кто не верит. Соответственно, если я правильно помню, то большие буквы он тоже воспринимает спокойно питон. Поэтому можете стать как маленькими, так и большими буквами. Питон вас поймет. Теперь надо вспомнить, как переводить в обратную сторону. Кажется, это было да. Что-то типа такого. Соответственно, переводы в произвольные системы члене, по-моему... А хотя может быть и есть, но я не помню как. А вот основные, наиболее часто используемые в программируемых системы члене, то есть это двоичные, восьмиричные, шестеричные. Соответственно, у вас есть функции bin, oct и kex. Причем, обратите внимание, что у нас в записи участвует... Ну, точнее, то, что нам дает питон, участвует не только само значение числа, но еще какая-то интересная приставка в виде нуля и сменяющаяся буквы. Видно, да? Так вот, просто в питоне, и не только в питоне, а в принципе в программировании, принято обозначать двоичные числа, начиная с литерала 0b. Ну, причем это не везде так, иногда используется вместо нуля другой символ, но не суть. Понятно, b подразумевает, что это что-то бинарное, то есть это нолик. Нолик и o маленькое подразумевают, что это восьмеричная система числения. Соответственно, x подразумевает под собой шестеричную систему числения. Запомнить почти легко, bing b, oct o, ну а с хексом не получилось там x. Ну вот так принято. Соответственно, если вы введете вашу функцию в что-нибудь типа такого, оно вас тоже поймет. То есть эту приставку оно просто откинет. Причем даже если ввести что-нибудь типа такого, по-моему, оно должно вас все равно понять, а или нет. Ну, нет. Я просто думал, что оно догадается и переведет сначала по правильному систему числения, но, видимо, нет. То есть если вы хотите перевести строку в нужную систему числения, приставка должна быть, соответственно, корректная. Вот. Это про переводы именно интовых чисел между системами исчисления. Я думаю, с ними все понятно, да? Если что, перевод системы исчисления именно вот ручной, который вот был на доске, накодить сможете? Или показать, покодить с вами? Ну, в принципе, у нас времени много, можем покодить, но тогда давайте потом. Давайте пока вернемся к теории. Это, думаю, даже стирать не буду. Так, если с интами все понятно, все хорошо, то с дробями все чуть более интересно. Причем давайте мы начнем сейчас сразу с какой-нибудь системы исчисления. Например, у нас есть что-нибудь типа такого. Вот вполне себе десятичная дробь в дальнейшей системе исчисления. Понятно ли, что делать с целой частью? Ну, потому что мы уже это делали. Просто пишем разряды и начинаем переводить. Интересно начинается часть, которая идет после запятой. Есть ли идея, что делать с ней? Да. Если мы знаем, что это нулевая степень, то это минус первая, а это минус вторая. Вот первая. Что у нас там получается? 2 плюс 1, плюс 0 на 2, плюс 1 на 4. Ну, это 0, этого нету. Получается 3 целых плюс 1 четвертый. Или что у нас там? 25 сотых. Ну, или что-то типа 3,25. Согласны? Вот, на самом деле при переводе дробей из произвольных системы исчисления в десятичную никакой магии нету. То есть вы берете и просто пишете разряды в отрицательной степени. Ну, в смысле, возводите ваше основное действие исчисление в отрицательную степень, потому что у вас разряды отрицательные. И все работает. Давайте что-нибудь по типу... Это F было. F... 3B. Ох, сейчас будет весело делить. Так, что у нас там получается? Первая... Ой, простите, нулевая. Минус 1, минус 2, минус 3. Так, ну с F все понятно, это 15. Плюс 3, деленное на 16. Плюс... 11, деленное на 16 в квадрате. Плюс... 12, деленное на 16 в кубе. О май. Ну, если с целыми частями все понятно, про них можно даже не вспоминать, то с остальным придется проводиться. То есть приведем это к общему знаменателю, получим 3 на 16 в квадрате. 15 целых. Так. То есть будет что-то типа 768. Это тройка на 16 в квадрате. Плюс 11 на 16. Это 176. Ну, 12 остается, как есть, деленное на 16 в квадрате. То есть 15 целых. 768 плюс 176 плюс 12. Ну, там число достаточно большое. Просто выпишут тут что-то типа такого, серьезно. Ну ладно. Сейчас, секунду, пересчитаю. Ну, в общем, это поправится. Ну, так вот... Ну, если вы идете, то, что я спросу. Конечно, так вот эффекты через 1 в час, там разгрывать. то, что вы берете, то, что я создаваю его вопрос. Ну, так вот. Там, так вот. Класс. Ну, это, как разгрывать. Класса. Ну да, там что-то типа такое получается. Причем это достаточно, ну, то есть это не бесконечная дробь, которая не уместилась в погрешность, а это вполне себе конечная дробь. Просто она такая ужасная. Но принцип перевода, я думаю, понятен. Именно в эту сторону. То есть из произвольной системы мышления в детичную. Теперь надо бы наоборот, надо бы научиться переводить из детичной в произвольную систему мышления. Вот давайте мы начнем с 3.25 и переведем его вот назад в двоичную. Ну, если с целыми часами все понятно, мы их можем перевести отдельно, как мы это делали. То нужно что-нибудь сделать с часовым 0.25. Давайте мы посмотрим следующим образом. Скажем, что вот эта первая часть, а вот эта дробная часть, ну, относительно черты. И начнем умножать наше число на основание системы мышления, куда хотим перевести. Умножили на 2. 0 остался нулем. Здесь получилось 50. Опять умножаем на 2. Все, вот здесь нули. Умножать больше нечего. А вот эта вот часть, вот эта вот, это ваше число, которое было 0.25. Это ваше число в большинстве имя числения. Ну, не забываем про целую часть, которая была раньше, которую мы перевели отдельно, а мы это умеем делать путем деления. Получили что-то типа такого. Вот 16-ричным числом экспериментировать я не буду. Я верю, что оно переведется, но что-то как-то не хочется. Я тоже там вообще нигде не набагал. Слишком большое число на самом деле. 16-ричным. 3 на 16. Ну, вообще, наверное, да. Наверное, все правильно. Ладно. Так. Давайте возьмем теперь так же двоичные числа будем переводить. Точнее, будем переводить двоичные числа имя числения, но возьмем сейчас число поинтереснее. Попробую подобрать, чтобы это было красиво, и красиво это просто так не переводилось. Что-нибудь по типу... Целую часть оставим нулем, потому что это не самая интересная часть. То есть нам нужно что-нибудь... О, давайте... Число 0,3 было в детечной. Хотим перевести в двоичную. То есть, вот это нужно перевести в двоичную. Ну, так же умножаем на 2. Все, вот это вот, запомнили, что это целая часть. Больше мы ее умножать не будем. Ну, то есть получилось, умножаем дальше. Тут 4. Тут 8. 16. Ильиничку запомнили, идем дальше. Умножаем опять на 2, получаем 12. Ну, идем дальше. Опять получим 0,4. 0,8. Опять получим 16. То есть видно, что у нас сначала было что-то типа такого, а потом начались повторения. И причем понятно, да, что если я продолжу сейчас умножать на 2, у меня доска, ну, то есть ее не хвастит, потому что я буду бесконечно идти по кругу. Согласны? У меня вот такая комбинация цифр будет повторяться здесь. Видно это, нет? Соответственно, что мы получаем? Наше число 0,3 в десятичной равняется числу 0,0 и дальше поехали 0,1, 0,1 в периоде. То есть не любое число, которое в десятичной системе учреждения является конечной дробью, вот не любое такое число будет являться конечной дробью в другой системе учреждения. На самом деле, если вы хотите перевести, например, число из десятичной системы учреждения в двоичную, то у вас конечная дробь будет получаться только в том случае, если ваше число можно представить в виде дроби со степенью двойки в знаменателе. То есть если вот как здесь была у нас степень двойки в знаменателе же, то в данном случае будет 4, если мы соберем это все в обычную дробь, то если мы перейдем 3, 0,3 представим в виде вот этого, вы никак не добьетесь того, чтобы у вас была степень двойки в знаменателе. Согласны, да? Поэтому у вас вот это число никогда не будет конечным числом в двоичной семье учреждения, да и в любой другой тоже на самом деле. Можно перевести в троичный, у вас, по-моему, будет то же самое. Ну, то есть будет какой-то период. То есть давайте умножаем на 3. 9, 27. Так, 7 на 3, 21. Ну, и поехали заново. 0,3 и начнешь повторяться опять. Что у нас там будет? 0,9, 27, 21, 0,3. Ну да, вот здесь получается число 0,02200 в периоде, кажется. Да. Скорее, я там пишу. Ну, и, соответственно, если вы хотите получить число в троичной семье учреждения, например, которое будет являться конечной дробью, понятно, что оно должно было быть в действительной семье учреждения представимым в виде дроби, где в знаменателе степень тройки. Ну, я думаю, понятно, да, почему так. Потому что важно, по факту, нужно избавиться от знаменателя полностью путем умножения на основание всем учреждения. Соответственно, вы сможете избавиться окончательно от знаменателя только в том случае, если у вас там степень этого числа. Иначе у вас так и будет что-то оставаться внизу всегда. С переводом дробей, я думаю, понятно, да? А теперь вот самый интересный момент вот с этими числами, которые у нас периодические, то есть, которые бесконечные. Перев. Продолжаем лекцию и остановились на том, что мы хотели разобраться с тем, что делать вот с числами, которые являются периодическими числами в дойственной семье учреждения. И, соответственно, разобраться с тем, откуда возникают проблемы и как борются с проблемой того, что у нас появляются погрешности при работе с флотами в питоне, да и не только в питоне. Понятно, что память в компе у нас не бесконечная. Согласны с этим, да? Понятно, что... Ну, отсюда понятно, что мы вот это не можем хранить бесконечно. Скажем так, поддержка вот этих вот периодов нигде не реализована, потому что это будет так же нереально, потому что у вас период тоже может быть какой-нибудь достаточно огромный. Соответственно, никто периоды никогда не хранит. Ну, то есть они не реализованы, поэтому ваше число вместо того, чтобы быть записанным вот в таком виде, оно записывается просто в виде и так далее. Ну, пока память не кончится условно, да? Ну, конечно же, так никто не будет делать, потому что память-то все-таки ценный ресурс. Зачем выделять очень много памяти на то, чтобы записать бесконечное число? Если можно, просто сказать, что давайте мы будем хранить 8 знаков условно, да? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, остальное погрешность. Естественно, мы сейчас посмотрим, как это устроено внутри, но факт есть факт. То есть мы храним какое-то количество разрядов, все, что вылезло за эту границу, теряется и получается погрешность. Например, если мы говорим, что мы храним 8 знаков, то понятно, что у нас все. То есть там реально было еще много значений с единичками, но мы получили, что получили, да? Давайте ради интереса переведем это назад в десятичную систему учреждений и посмотрим, чему это число равно. Минус 5, минус 6. Что у нас получается? Это 1 четвертая. То есть у нас это будет 16 плюс сколько там? 2. Плюс 1. То есть у нас будет 19 шесть четвертых или... Если записать что точнее... 68, 75. А должно было быть 0,3. Понятно, чем у вас будет больше разрядов, тем будет меньше погрешность. Ну то есть чем больше разрядов, тем меньше чисел вы отбрасываете, тем меньше разрядов вы отбрасываете, соответственно, тем точнее получается ваше число. Ну я думаю, это очевидно, да? То есть меньше информации отбросили, точнее информация получилась у вас. Давайте все-таки разберемся с тем, как устроено, в принципе, число в памяти, ну, дробное число. Ну и, соответственно, поговорим про то, какие все-таки диапазоны принимают флоты, раз что мы поговорим про хранение памяти. В памяти число, на самом деле, дробное, устроено очень интересно. Начнем с флот, который является флотом не питоновским, а флотом, скажем, сишным. И предупреждает под собой одинарную точность. То есть это просто число с плавающей точкой одинарной точности. Он занимает 32 бита в памяти. То есть у вас есть 32 нуля, либо единицы, которые кодируют само число. Делится это все добро на три области. Первое – это порядок. О, порядок, видите, это знак. Соответственно, здесь нолик или единичка означает у вас плюс, либо минус. Если я правильно помню, у вас нолик означает плюс, единичка означает минус. После этого идет порядок. Ну, или называют экспонентой просто. Ну, давайте запишем просто как букву Е. Большую. Чтобы не путать с константой Е. Вот это Монтиса. Что вообще из себя представляет порядок и Монтиса? Отношения между ними будут что-то типа такого. Примерно. Давайте представим, скажем, что у нас есть какое-нибудь число такое, да? Ну, пусть оно даже пока в десятичной, там неважно, в какой степени, в какое себе впечатление. Так вот, под Монтисой обычно подразумевается вот как раз вот эта часть. То есть все, что у вас идет после запятой, является Монтисой. Порядок подразумевает под собой сдвиг. Ну, влево или вправо на сколько-то разрядов. То есть, соответственно, значение здесь говорит о том, в какую сторону нужно сдвинуть и на сколько разрядов ваше число. Ну, то есть сюда, либо туда. Ну, запятую куда двигать. А теперь интересный момент. Вот согласны ли вы, что вот это число можно записать с несколькими способами? Можно сказать, что это единичка на десять минус четвертый. Можно сказать, что это 0,1 на десять минус третий и так далее, да? То есть, соответственно, как нам записать это число, ну, пусть представим, что у нас это будет действительно все мышление, как нам записать, используя знак Монтису и, ой, знак порядка Монтису, вот это число. Понятно, что есть несколько способов записи. Какой выбрать? На самом деле, для того, чтобы с этой проблемой не бороться, используется так называемая нормализованная запись. Давайте мы просто возьмем и скажем, что наше число, ну, ладно, уже стер. Равняется вот такому числу. Ну, не важно, там все нули идут дальше. Умноженное на десять минус четвертый. То есть мы стараемся сделать так, чтобы у нас здесь всегда был ровно один знак. Вот здесь до запятой ровно один знак. Все остальное должно идти после запятой. Понятно, что в таком случае в десятичных семя числения Это десятичное семя числения не было. Наше число будет представлять собой, точнее, может быть, равно от одного включительно до десяти не включительно. Согласны? То есть именно Монтису. То есть на это мы пока не смотрим. Порядок отдельно. То есть в десятичном семя числении Монтиса будет принимать значение от одного до десяти. Такая же идея будет с дворичным семя числений. Мы двигаем значение нашего числа до тех пор, пока у нас не будет ровно один знак слева от запятой. Все остальное справа. Это действительно будет. Соответственно, в дворичных семя числений у вас будет такая же идея. От одного до двух не включительно. То есть это до вечных семя числений. Ну, если сказать правильно, то вот до такого. Корректно запишем. С нулем отдельно. Да, вот единственная проблема. Ноль запятать нельзя. Потому что у вас у нуля нет никогда никакого знака перед запятой. Там все нули. Вот. И с нулем есть отдельная штука. Ну, не только с нулем. Вот. Соответственно, что можем еще рассказать про Монтису? Монтиста – это все, что является вот этим вот числом. То есть все, что идет после запятой. Ну, понятно, да? Мы же знаем, что у нас здесь всегда стоит одна единица. Согласны? Вот эту единицу нам писать смысла уже вот здесь вот нету. Зачем нам тратить память на один бит, если мы знаем, что там всегда единица? Согласны? В Монтисте. Потому что для нуля все отдельно будет. Поэтому мы начинаем хранить только вот эту часть в Монтисе. И, соответственно, в флоте под Монтису выделяется, по-моему, 23 бита. Вот эта часть занимает 23 бита. То есть вы можете хранить 23 знака после запятой. Максимум. Ну, с порядком все просто. Это 8-битное число, которое говорит о том, в какую степень нужно возвести. Ну, в двоечном степени это будет, естественно, не десятка, а двойка. В какую степень нужно возвести двойку, чтобы подвигать ваше число влево либо вправо. Ну, то есть вашу Монтису потом сдвинуть куда-то влево либо вправо, ну, точнее, запятую, чтобы получить желаемое число. Понятно, если вы хотите в флоте записать какое-нибудь большое целое число, то у вас Монтису будет, Монтису экспонента будет представлять собой просто большую положительную степень. Согласны, да? Чтобы просто умножить число на, условно, на большое значение, чтобы сдвинуть просто единичку вправо максимально. Ну, чтобы получить большое число. Если вы хотите хранить какое-нибудь маленькое дробное число, понятно, что у вас здесь просто будет какое-нибудь очень большое по модулю, но отрицательное число. Согласны, да? Чтобы разделить на двойку в этой степени, чтобы ваша единичка, которая стоит вначале Монтису, ушла вообще далеко-далеко вправо. Вот, а это знак. Он отвечает за знак самой дроби. То есть дробь положительная или отрицательная. Тут вообще вот никакой магии нету. Соответственно, это один бит. Итого смотрим. 23 плюс 8 это 31 плюс 1 бит на знак, итого 32 бита. Какие значения принимает эта штука, я не помню. Ну, то есть максимальное и минимальное значение где-то были записаны, но найду, скажу, не найду, но не скажу тогда. Видимо, не скажу, но ладно. Или потом найду. Теперь давайте, раз вспомнили про ноль, разберемся, как нам хранить ноль. Потому что действительно… Опс, кажется, все-таки… Да, нашел. Давайте я отдельно выпишу просто, где-то, может, здесь. Так, если верить тому, что пишут в интернете, а этому не всегда можно верить, но пока мы просто поверим, то говорится, что наше число может принимать… Причем, очень странное значение, но ладно. Потом я отдельно еще посмотрю, когда будет время. Что-то типа такого. От минус такого числа до… Конечно, очень интересно, но да ладно. Так, вернемся к нулю. Что делать, когда мы хотим хранить ноль, а также всякие бесконечности, и еще есть none, который, напомню, означает нота number, который у нас получался, например, когда мы из бесконечности вышли другую бесконечность. Для них есть специальные записи. Например, в случае нуля… То есть, если вы хотите хранить ноль, у вас здесь идет знак «плюс» либо «минус», неважно что. После этого идет нулевая экспонента и полностью нулевая мантиса. То есть, вот это число на 10 условно, или точнее на 2 в нулевой степени, то есть, где у вас здесь идут нули и здесь идут нули, вы получаете ноль. Это просто такая принятая запись. Некоторые архитектуры еще поддерживают при этом «плюс»-минус 0, потому что вот здесь у нас уже ничего не зафиксировано, мы же можем ставить как единичку, так и нолик. Вот, иногда у вас получается, что есть число минус 0. Вот я не помню, поддерживает ли его питон или нет. Поддерживает? Ну вот не всегда, кстати, на самом деле. Там была какая-то хитрая архитметика с минус нулем. Сейчас, секунду. Вот если верить тому, как это должно работать в принципе, то это должно было бы дать минус 0, но, видимо, питон это как-то особо опускает. Потому что принят, ну, там, где минус 0 нормально поддерживается, то вот эта штука дает минус 0. Ну, может быть, сейчас попробую сделать плотовый, потому что, может быть, он меня не понял просто на самом деле. А, вот, теперь он понял. Да, простите, это были ленты. Вот, да, вот здесь поддерживается действительно минус 0. Скажем так, математического смысла это особо, по-моему, не имеет, но архитектурно это работает. Ну, да, даже если просто указать, равен ли он плюс нулю, то есть математика работает хотя бы. Уже хорошо на этом. Так, кроме этого, как я сказал, у нас еще есть другие всякие замечательные числа. Это число, которое является не числом, ну, то есть нота-намбер. Здесь неважно что, причем здесь нет такого различия, как уже плюс-минус. Порядок у вас полностью состоит из единичек, то есть максимально возможное число в порядке стоит. И мантису у вас какая-нибудь неравная нулю. То есть если у вас будет порядок полностью состоящий из единичек, а мантису будет содержать какое-нибудь ненулевое число, тогда у нас это число будет являться наном. По бесконечности все почти так же. Плюс-минус, зависит от того, какую вы бесконечность хотите. Все единички, которые стоят в порядке, и строго нулевая мантисы. В случае двойной точности у вас будет 64 бита. Понятно, что порядок всегда занимает 1 бит. Потому что для хранения нуля, ой, для хранения плюс-минуса достаточно действительно одного разряда. порядок у вас 11 бит и мантисы 52. И если верить, опять же, интернетам, то значение, которое принимают даблы, по-хорошему, это что-то типа... Что-то типа такого. Некоторые... Кстати, да, в питоне флоты внутри на самом деле реализованы как даблы. То есть у вас двойная точность всегда. Соответственно, любой ваш дабл занимает 64 бита. Ну, любой ваш флот в питоне занимает 64 бита памяти. Это так, чтобы вы знали. Некоторые архитектуры поддерживают четверную точность. В плюсах обычно это называется в лонг даблу, но он, опять же, он не везде даже поддерживается, но во многих местах уже, наверное, должен, пора бы, на самом деле, я бы сказал. Занимает он, понятно, еще в два раза больше относительно дабла. То есть это будет 128 бит. Соответственно, у вас там будет такое распределение. Один бит. Пятнадцать бит на мантису. Ой, простите, на порядок. И сколько там остается? Пятнадцать бит на мантису. В питоне этого нету. В плюсах это тоже не всегда есть. Зависит от архитектуры. Всяк тем более, по-моему, нигде. Хотя всяк, может быть, тоже уже есть. Опять же, наверное, зависит от пророца. Архитектуры, где вы это используете. Вот. Ну, в принципе, понятно, да? Понятно ли теперь, откуда у вас берется погрешность, когда вы работаете с флотами? Потому что цели флоты у вас ограничены вот этим. Соответственно, надо как-то с этим бороться, потому что это вызывает проблемы. Ну, когда вы считаете, у вас получается, что в результате каких-нибудь операций вылезают числа, которые не такие, какие вы хотели бы. Ну, потому что ваше число оказывается числом с погрешностью. Оно не может быть записано точно в дворечных сетях исчисления. Соответственно, когда вы начинаете сравнивать числа между собой, у вас получается, что... Ну, например, вы хотели сравнить какой-нибудь x равный y, и вместо того, чтобы ожидать true, вы получаете false. Почему? Единица? Ну, у тебя это просто будет нулевая мантица, порядок будет не нулевой. Там порядок нужно понимать, какой будет, потому что они имеют там средний сдвиг еще, я вот про это не упомянул. На самом деле у вас порядок записывается со сдвигом. То есть у вас там будет не... Ну, если хотите сказать, 10 в нулевой, это не значит, что у вас... Ну, точнее, 2 в нулевой степени, это не значит, что у вас будет здесь чисто нули все. Там будет у вас какое-то значение ненулевое. Из него вычитается константа, и эта константа зависит, опять же, от значения вашего... Ну, то есть от используемого вами типа, чтобы подобрать... Ну, чтобы получилось, что при вычитании из вашего дворечного числа здесь соответствующей константы у вас получился ноль, ну, чтобы 2 в нулевой степени. Я вот эти константы просто не помню. Это можно было найти вот там, где я смотрел сейчас, но я не уверен, что их сейчас найду там. Ну, уединиться, помните, обычная запись. То есть какая-то определенная экспонента и нулевая мантиса. Так. Как работать теперь с дробной арифметикой, если вы хотите сравнивать числа? Потому что сравнение чисел в случае дробей, в случае флотов, это штука ненадежная. Ну, во-первых, стоит помнить, что у вас всегда есть какая-то точность, в которой вы хотели бы считать числа. Согласны? Вот. Поэтому давайте скажем так, что мы считаем два числа равными, если они отличаются друг от друга не больше, чем на какой-то эпсилон. Согласны? Давайте скажем, что нам хватает, например, какой-нибудь задачи точности по типу 6 одинаков после запятой. Вот эта вот запись 1e-6, это 10 на 10 минус 6 степени. Ой, фу, 10 единичка на 10 минус 6 степени. А, ну он так же и написал. Можно, конечно, вывести дробную, ну, в виде обычной дроби, но здесь не так удобно делать. Вот, давайте теперь скажем, что у нас есть какие-то два числа, да? И b равняется, ну вот он даже опять записывается в таком виде. Кажется, это должно хватить. Вот, видим, что при учитании двух чисел мы получаем реально какое-то небольшое значение очень, да? Ну, то есть там будет что-то типа, вот, видно, 1 на 10 минус 7. И мы считаем, что числа а и b у нас равны. Согласны? Если мы хотим это проверить вот так вот, то понятно, мы получим полосу, потому что они не равны. А вот если мы сделаем таким образом, они будут равны. Причем важно помнить следующее. Вы не знаете, какое число у вас больше. А если я запишу сейчас вот так вот? А, все равно true. А, ну, нам повезло просто, да, окей. Ну, вообще, когда вы сравниваете числа на равенство, тогда лучше делать вот так вот. Лучше брать abs, ну, то есть модуль от разности двух чисел и сравнить его с ε. То есть если разность, то есть модуль разности двух ваших чисел меньше ε, ну, то есть вашей точности, которую вы хотите для решения задачи, то значит ваши два числа равны. Иначе нет. То есть, естественно, какие-нибудь два числа будет 10 минус 5, значит, это разные числа. Ну, видно, да, что 5 будет явно больше, чем ε. Почему еще важен abs? потому что если бы abs бы не было, то эта бы штука сработала правильно, а вот эта бы штука сработала неправильно. Понятно почему, да? Потому что минус 5 меньше, чем ε. Поэтому берем модуль от разности двух чисел всегда. Соответственно, что ваши два числа не равны. Ну, понятно, в обратную сторону знак просто. Причем с равенством. То есть, если до этого была разница строгая, то знак меняется в обратную сторону и добавляется еще не строгость. Ну, то есть, добавляется еще знак равно. Если ваше число строго меньше, чем другое. То есть, если вы хотите проверить, что ваше одно число строго меньше, чем другое, тогда у вас и также с учетом точности нужно проверять. Ну, то есть, если вы знаете, что у вас будут погрешности, тогда получается, что ваш модуль... А, нет, не модуль, простите. Сейчас, секунду. Да, ваше число... А минус B, где А мы считаем число больше, чем B, оно должно быть больше либо равно, чем ε. Ну, в данном случае false, потому что у нас A и B это равные числа при такой точности. Но если было бы что-нибудь типа такого, 0,7 минус 0,5, то все правильно. Тут тоже все правильно, потому что 0,5 меньше, чем 0,7. И мы хотели, чтобы 0,5 было больше, чем 0,7. Поэтому ABS здесь уже не нужен. Вот, соответственно, если вам нужно проверить, что одно число меньше, чем другое, то, понятно, просто меняем число местами при вычитании и проверяем их на большесть. Ну, то есть проверяем, что второе число больше, чем первое. Ну, или больше, чем равно. Вот, это проверки при работе с флотами, когда вы хотите именно решать задачу при какой-то заданной точности. А такие задачи у нас будут. То есть у нас даже в какой-то момент будут задачки на геометрию. Ну, так, мы их чуть просто потрогаем ради интереса, чтобы чем-то занять. Вот, соответственно, там будет много погрешностей, потому что всякие длинные у вас обычно это не целые числа. Ну, понятно, длинные расстояния, какие-нибудь углы у вас обязательно будут не целыми числами. Соответственно, у вас будут погрешности. Соответственно, попытка решить задачи, не используя точность, приведут к тому, что вы будете получать просто неправильный ответ. Вот, на этом, кажется, у меня все про систему члений и про флоты в целом. Ну, и, соответственно, про систему члений и про работу с флотами и откуда берутся погрешности. Есть ли вопросы? Так, мы хотим перевести из произвольной системы члений в десятичную. Я возьму для примера двоичную систему члений. Считаем, что число уже было считано откуда-то, неважно откуда. Под B у меня будет приземливать мое основание системы члений уже в какой-то степени. В данном случае я знаю, что у меня двоичное системы члений. Понятно, что я буду начинать с нулевого числа, поэтому мне нужно будет умножить разряд на 2 в нулевое, это единица. В R у меня будет результат храниться. Соответственно, мне нужно начать от длины строки минус 1, дойти до минус 1. Шар минус 1. Почему так? Потому что понятно, это, ну, так как все-таки строка у нас к ней обращение идет поэлементно, причем это у нас нулевой элемент, это первый, это второй и так далее. Соответственно, нам нужно идти с конца числа, потому что мне же удобно, мы же считаем с конца, ну, разряды пронумеровываем, поэтому так. Соответственно, R у меня равняется значение разряды, то есть это S от I, переведенное в int. Если символ был 0, то я получу 0, если символ был 1, я получу 1. Тут все правильно. Умноженное на B, где B это уже мое основание системы шления в нужной степени. После этого мне основание системы шления нужно умножить, ой, B нужно умножить на основание системы шления, чтобы увеличить степень для следующего числа, ну, для следующего разряда, точнее. Дальше выведем b. Ну и рядом здесь же также выведем int от s в двоичность в семи члене. Так, о, где-то я набагал. Ищем багу. Нет ли у меня лишних шагов здесь? От лена от s. Вообще, кстати, подозрительно. Почему? Реально, что ли, такой маленький, 86? Очень интересно. 0,1, 2, 3, 4, 5. Сейчас. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. А нет, все правильно. Да, должно быть 86. Так, ищем, где я ошибся. А, потому что я бы его не то. Еще лучше. А, да. Вот, теперь правильно. Опять-то, если у нас будет перевод к университету в семи члене, да? Давайте. Ради интереса. Так вот и вот так вот. Тоже работает. Ну, здесь только, чтобы случайно не напороться на то, что у нас могут быть буковки, так и здесь, можно использовать вот так вот. Ну, можно, понятно, сделать проверку, что... Не просто, точнее, переводить в int, а сделать проверку, что если это буковки, то переводить их по-честному, иначе intовать. Но, в принципе, все равно выполняется по символенному конвертированию, поэтому считаем, что ладно, фиг с ним. Вот, видно, что перевод работает корректно. Если вы хотите перевести в обратную сторону. У меня в 10.25, да, кончается? О, время есть, отлично. Пишем в обратную сторону. У нас есть число в десятичной системе члене, назовем его R. Соответственно, есть какое-то B, на которое мы делим. Давайте отличночное системе члене. И есть итоговая срока, да, куда мы это все записываем. Напомню, что делим мы до тех пор, пока частное не станет меньше, чем основание системе члене. То есть, пока у меня R больше, чем B. Я говорю, что у меня S плюс равняется... Сейчас, я подумаю, в эту ли сторону добавлять нужно? Да, все правильно. S у меня плюс равняется STR от остатка отделения на мое B. После этого я говорю, что мне нужна целая часть отделения R на B. И рядом принтанем, что у нас там получается, BIN от числа R. Ой, а, ну да, логично, у меня же R поменялось. Да, и еще точно я забыл, нужно не забыть прибавить именно частное после последнего шага. То есть, мне еще нужно было сделать так, S плюс равно STR от R. То есть, то, что осталось с R, нужно еще добавить в конце. Так, видимо, все-таки с порядком ошибся, да? Развернусь, да. Так, давайте мы будем это пока делать по-честному, потому что пока не хочется показывать штуки для разворота. То есть, плюс S. Соответственно, здесь мы тоже сделаем вот так вот. Давайте для удобства… Ну, кажется, было правильно. Да, для удобства можно также вывести тот же самый кусочек. Что там у нас 0B. О, да, теперь удобно сравнивать. Давайте в какую-нибудь… Ну, ладно, с Transition не хочется парить под конвертированием чиселок. Так. А, ну у меня же нет пункта специально заготовленных. Давайте 8-м личного. Так, тут у нас будет для удобства 0O. Здесь у нас будет OCT. Число то же самое. Если мы возьмем произвольную систему числения, давайте какую-нибудь 5. Ну, если вопросов больше нету, то тогда все свободны на сегодня. Так. Подписывайтесь на мой канал. Так, это вот она сейчас. самых обмиリ pry entre поз — Продолжение следует...